Включаем слайды и поедем, и поедем, и поедем. Думаю, что сегодня... Да, да, Алена, мы уже вас поприветствовали, что вы уже здесь, все здорово, все классно. О чем мы сегодня будем говорить? Я думаю, что сегодня всем будет интересно и полезно, и тем, кто первый раз на этом вебинаре, и тем, кто не первый раз. То есть все возьмут для себя что-то важное. Итак, презентация нашего проекта «Территория роста работы в интернете». Сейчас вот можете даже чуточку расслабиться, поскольку я вам сегодня ничего продавать не буду, даже не уговаривайте и не упрашивайте. А также не буду вам ничего ни продавать, ни впаривать, ни уговаривать, то есть ничего этого делать не буду. Просто в инициальном виде расскажу, что мы предлагаем. А дальше каждый сам уже принимает решение. И как написано вот на первом слайде, вот next, да, переводится английского «Что же дальше?». Достаточно жизненно и символично, поскольку большинство людей в нашей стране этот вопрос сидит в голове. И как раз-таки я сегодня постараюсь дать такой исчерпывающий и развернутый ответ на эту тему. Что же делать дальше, да, как быть. И, собственно говоря, давайте еще раз официально представлюсь. Меня зовут Алексей Миносян. Я живу в городе Кропоткине, Краснодарского края. То есть квалификации директора, закрыта уже квалификация. И что сегодня же нового вы узнаете. То есть это так, буквально чуть обо мне и дальше. То есть что непосредственно за информация будет здесь у нас. Вы узнаете, что есть одно событие, способное изменить вашу жизнь. Также, что есть две вещи, которые важно знать реально каждому человеку. Я пишу сегодня три модели ведения бизнеса. Ну и самое вкусное, это на десерт четыре действия, которые способны реализовать мечты каждого человека. Ну и, собственно говоря, переходим, то есть без промедления к первому пункту. Что же это за событие, которое может изменить вашу жизнь. Знаете, мы с вами сейчас живем достаточно в интересное время. С одной стороны, ситуация в стране достаточно плачевная. Ну, откровенно говоря, кризис. В чем он выражается? Цены растут, зарплаты снижаются, людей увольняют. Те, кто работает, в буквальном смысле отжимают по полной. И устроиться на нормальную работу, ну, как люди ее называют, нормальную работу, достаточно сложная. Безработица растет. Буквально сегодня утром я смотрел статистику, причем только на сайте Авито и только по городу Краснодар. Вакансий три тысячи. А соискателей двадцать восемь тысяч. То есть, людей, которые ищут работу, гораздо больше, чем вакансий, когда предлагают эту самую работу. То есть, вот это вот буквально самая простенькая статистика, которую я сегодня посмотрел. В самом деле, она гораздо шире. Соответственно, у людей в этот промежуток есть некоторая такая вот нервозность, неуверенность в себе, там, завтрашний день, сплошные стрессы, ну и так далее. Все это с одной стороны. А с другой стороны, сейчас много других возможностей, о которых зачастую люди даже не подозревают. И вот наша задача предоставить одну из таких возможностей всем желающим. И вот как же, что значит событие, которое способно изменить вашу жизнь, да? То есть, независимо от той точки, в которой вы находитесь. Что это такое? Это событие, это решение. Ваше решение, которое вы принимаете в данных конкретных условиях. Выбор невелик. Либо, вот в условиях кризиса, либо вы складываете ручки, и вас несет потоком жизни, как говорится, как безвольную тряпочку. Либо вы берете себя в руки, и с холодной головой, с драйвым рассудком, без нытья про государство, политиков и прочее, вы начинаете делать необходимые действия. На сегодняшний день есть действительно масса возможностей, и об одной из них мы сегодня как раз-таки поговорим. И вот, на мой взгляд, как экономиста и кандидата экономических наук, это одна из самых действительно эффективных возможностей на сегодняшний день. Главное, переходим к тем двум вещам, которые реально нужно знать на сегодняшний день абсолютно каждому человеку. И самое первое. Важно, прежде всего, четко представлять для себя отправную точку. То есть, то, что есть сейчас. Вот, это статистика по финансовому расслоению населения. Здесь представлена градация по доходам в расчете на одного человека в месяц. Собственно говоря, что это такое? Это вот, как наше государство оценивает нас в зависимости от доходов. Вот, крайняя нищета, это когда на одного человека дохода в месяц ниже от 4122 рубля. То есть, нищими государство считает людей, которых в месяц на одного человека, то есть от 4 до 9400. Ну и так далее, и так далее. Здесь, просуммируя, как говорится, совокупные доходы всей семьи, несложно подсчитать, да, то есть на каком уровне мы находимся. Делать оценки, хорошо это или плохо, когда мы находимся в той или иной точке нашей с вами жизни, это неправильно, это некорректно. Да, то есть, что есть, то есть. Но от нас зависит именно, в чем мы будем с этим делать. Сможем ли мы это изменить и поменяем ли мы это? Вот это целиком полностью на наших плечах. Но уже владеть этой информацией уже достаточно важно, да, чтобы понимать, от чего толкнуться. Но тут главное, то есть, быть честным, прежде всего, то есть по отношению к себе. Второе, что необходимо знать, это вот то, что нам припасено, собственно говоря, государству. Это вот жизнь по шаблону. Жизнь по шаблону до государства. Вот шаблон банален, да. Но почему-то много людей, вот как белки в колесе, делают изо дня в день одни и те же действия в рамках данного шаблона. И при этом надеются, что в их жизни, вот почему-то что-то поменяется к лучшему. Да не изменится. Уже ни одно поколение это проверяли. Ну, собственно говоря, как это начинается? Итак, мы появляемся в этом мире. Правда, нас об этом никто не спрашивал, но и мы появились. Ладно, окей, хорошо. Надо как-то тут адаптироваться, отливаться в жизнь. Начинаемся, естественно, с детского сада. Естественно, мы там ничего не зарабатываем. Лишь просто набираемся первого опыта, начинаем знакомиться с миром. Далее идем в школу, начинаем постигать мир. Все-таки по большей части чисто теоретически. И поэтому в этом возрасте мы настолько безудержно мечтаем. Нас еще жизнь не мотивировала. И нам кажется, что у нас впереди все будет только супер. В этом возрасте, да, у нас денег практически нет, поскольку еще не зарабатываем. Чисто родители дают карманы. Далее идет институт. Сумасшедшее время, полное различных впечатлений. Зачастую самые бешеные поступки, наши с вами, у нас возникают именно в это время. То есть, что только у нас в студенческие годы не случается. Зачастую студенты уже начинают где-то подрабатывать. Вот я в свое время тоже курс острый, я начал подрабатывать, проверенно участие в институте. Но денег по-прежнему, то есть, либо нет, либо их не хватает. И вот он долгожданный момент, когда мы стоим на поробе университета с дипломом в руках. И понимаем, какого лешего нас никто нигде не ждет. Если кто-то ушел в стол где-то подработать, понимает, что любому работодателю фиолетово ваша расцветка диплома. У вас нет опыта, у вас нет конкретных знаний, вас никто особо не ждет. И зачастую большая часть людей начинает работать не по специальности. Все. И вот дальше идет у нас работа. Это начинается такой основной жизненный процесс, когда она жизнь начинает тестировать на прочность. Но кто-то выдерживает эти экзамены жизни, а кто-то нет. Но самое интересное, даже если у вас все хорошо сложилось, у вас хорошая работа и приличная зарплата, кажется, вам повезло и вы счастливчик по жизни. Все равно есть такая тема. Кредиты, не дай бог ипотека. Деньги вот вроде бы есть, в то же время их нет. Знаете, как в мультике про Винни-Пуха. Деньги по сути странный предмет. Вроде бы есть, и тут же их нет. Да, то есть, непонятная такая ситуация. И неважно, то есть, как у вас в жизни было, всех ждет один конец. Пенсия. И в нашей стране, ну вы сами знаете, размер пенсии. У большинства людей, да, сейчас не берем депутатов, все такое прочее. Простых, нормальных людей. На эти пенсии реально прожить достаточно сложно. И пенсионеров у нас практически на работу не берут. И вот, что получается. Вся жизнь отображена вот на этом графике, который вы видите на этом слайде. Не подумайте, что я пессимист, да. Нет, я просто, как бы это сказать, оптимистично настроенный реалист. Просто все называю своими словами, как оно есть, да. Ничего не приукрашая. Ну, кстати, вот, если я вот что-то неправильно сказал, поставьте мне сейчас в чат минус. Если я, ну, в целом правильно охарактеризовал ситуацию, поставьте в чат плюс. Да, может, я что-то от себя чину какую-то несу. Давайте, пообщаемся чуть-чуть. Да. Ну, вот, как-то да. Ситуация у нас с вами вот такая вот, вот, интересненькая. Но здесь уже возникает закономерный вопрос. Да, что же делать? То есть, неужели все так плохо? Да нет, ничего не плохо. Это просто то привычный момент, который нам всегда учили. Но возникает вопрос, что же делать? Ответ достаточно прост, но он не всегда очевиден. Надо, нужно работать на себя. И начать строить свой собственный бизнес. Но многие люди опасаются слова «бизнес». Для них это что-то опасное, связанное вот даже, наверняка, с бандитизмом. Это что-то так из 90-х. Да, что-то абстрактное, непонятное. В принципе, это вполне естественная реакция. Нас ведь нигде не учили, как создавать свой собственный бизнес. Нас всю жизнь учат, как работать на кого-то. Да, бизнес – штука серьезная. Но, как говорится, не так страшен. Черт, как его валюет. В чем же смысл реально любого бизнеса? Поскольку любой бизнес связан с продвижением либо товаров, либо услуг. Чем больше у вас покупают товаров и услуг, тем больше ваша прибыль. И чем больше ваша прибыль, тем более комфортно вы себя чувствуете, можете позволить себе больше. Сегодня с вами мы будем говорить много о деньгах. Это нормально. То есть мы не хватеем, но деньги на сегодняшний день – это как энергия этого мира. Это как ресурс, который нужно научиться добывать в нужном количестве. Ни больше, ни меньше. Просто без денег сейчас фактически ничего невозможно. И вот тут как раз таки я вам хочу и показать уже три модели ведения бизнеса. То есть, да, как они есть. И, собственно говоря, самая первая модель – это традиционный или, как его еще называют, линейный бизнес. То есть, это когда вы с нуля начинаете что-то создавать самостоятельно. Вы выбираете нишу. Тут у меня родительское собрание со школы что-то переписку со мной ведет, но я с ними попозже прям. Так, линейный бизнес – это когда вы начинаете что-то с нуля. Выбираете нишу, в которой вы будете вести свою деятельность, выбираете продукт. В лучшем случае вы как-то это проводите исследование. То есть, действительно ли здесь деньги есть, действительно ли нужен этот продукт. Вы открываете магазин, закупаете товар, нанимаете персонал. Либо на начальном этапе, то есть, сами стоите за приводом. Пошел процесс. И если вы угадали с ниши и с товаром, и товар пользуется спросом, то пошла прибыль. Впоследствии вы начинаете расширяться и уже открывать филиалы, то есть, ну и так далее, и так далее. Здесь есть целый ряд трудностей. Прежде всего, это большой стартовый капитал. То есть, как ни крути, то есть, без него никуда. Во-первых, то есть, закупить товар, то есть, магазин, либо собственное помещение, либо аренда, ну и так далее, и так далее. Реально много рисков. И неподготовленного человека с вероятностью 95%, даже может больше, ждет крах. В традиционном бизнесе очень жесткая конкуренция. Большие торговые сети поглощают маленькие магазинчики. Также весьма много и бюрократического произвола, когда чиновники различных органов начинают с вас скачать денег. Это вот если буквально в двух словах про традиционный бизнес. Там далеко не все так мрачно, как я описал. Но и не все так радужно, как бывает, люди себе представляют. Там просто реально сложно. Если люди готовы к этим сложностям, и у них есть свободные деньги, которые они не боятся потерять, если которых они в случае чего потеряют, то есть, никак на них не складываются, то, в принципе, можно. Но не каждый человек готов с этими трудностями, собственно говоря, бороться. Это вот одна модель. Вторая модель, это, собственно говоря, у нас франчайзинг. Это чуть проще. Вы можете уже купить готовый бизнес. То есть, есть торговый бренд, вот, к примеру, Макдональдс. Вы захотели в своем городе открыть филиал Макдональдса. Вы покупаете франшизу, как ее называют. Это стоит, по-моему, миллион долларов или даже чуть больше. Но за это к вам приедут специалисты от Макдональдс, помогут вам настроить весь бизнес. Начиная от помещения, то есть, под ключ, собственно говоря. Да, это круто. Ну, плюс ко всему прочему, часть прибыли вы уже будете каждый месяц им отсылать. Это уже несколько более интересно, так как вам могут помогать, будут помогать организовать бизнес. Цена вопроса. То есть, это стоит недешево. И войти в эту сферу, ну, можно сказать, что простому смертному, ну, сложновато. Цена кусается. Цена франшизы, то есть, разных франшиз начинается от миллиона рублей, ну, и по экспоненте дальше. Чем более раскрученный бренд, тем больше цена. И есть третья модель. На сегодняшний момент самая актуальная и интересная. Это интернет-бизнес. Именно благодаря бурному развитию сети интернет появилась такая возможность у любого человека начать свое дело с минимальными финансовыми вложениями и минимальными рисками. Это на сегодняшний день очень выгодно. Здоровая конкуренция побуждает людей к творчеству, а быстрая скорость роста позволяет достаточно в короткие сроки получать весомую отдачу от затраченных усилий. Только благодаря интернету уже в течение года, в течение года, заметьте, не завтра, не послезавтра, не через неделю, а в течение года. То есть, ну, адекватно подходим к этому. В течение года любой человек может выйти с нуля на доходы в 50 тысяч рублей и более. Даже самый ленивый, уж тридцатку вполне может месяц заработать в течение года. Ну, не в течение года от 30 тысяч, а, ну, неважно, там, через 3-6 месяцев, 8 месяцев уже начать зарабатывать тежемесячно, то есть от 30 тысяч рублей и более. А вот теперь вот возникает вопрос. Вот для сравнения. Сравните вот в городах, да, вот в вашем населенном пункте, какая средняя заработная плата? Вот, кстати, напишите мне в чат, в вашем городе какая средняя заработная плата? Вот, составляем. Допустим, у нас в городе это порядка 15 тысяч рублей, город Кропоткин, Краснодарский край. Это вот средняя зарплата. Зарплата в 20-30 тысяч рублей, это уже клево. Ну, а больше, да, это вообще уже зажиточный человек. Вот у вас в городе какая средняя зарплата? Елена, а вот, кстати, напишите еще, в каком городе? Потому что если это мегаполис, да, большой город, да, там зарплаты побольше. Если город поменьше, там и зарплата, соответственно. А, Санкт-Петербург. Окей, нет вопросов. Да, 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 ну вот, ребят, вот такие вот моменты. Причем за эту зарплату вас выжмут так, что вас уже, то есть, бывает толком на семью, личную жизнь и все остальное прочее, уже как-то себя и не остается. И зачастую руководители всегда говорят такую тему, что что-то не нравится, дверь вон там. Вот буквально я им сегодня статистику проводил. 28 тысяч человек в Краснодаре хотят работать и 3 тысячи только вакансий. Но это только по статистике Совета. Вот к вам и приходим, к чему дальше. Причем самое интересное, вот что же представляет из себя вот интернет в повседневной жизни. 83% российских интернет-пользователей хоть раз, но делали покупку интернета. Из них 43% делают это регулярно. И количество их только растет. Помимо этого, через интернет уже сейчас можно оплачивать и коммунальные услуги, и штрафы, там какие-нибудь ГИБДД. Покупать авиаждебилеты, причем это намного выгоднее и быстрее, чем туда пойти непосредственно на вокзал купить. Покупать различные товары, делать денежные переводы и так далее. Недавно я видел рекламный ролик Вольво. Они вообще дальше пошли. По их прогнозам, скоро физических ключей от автомобиля уже не будет. У вас будет электронный ключ, то есть в вашем телефоне. И вы подходите к машине через Bluetooth, у вас коннектятся эти два устройства. Это все, вы садитесь. И вы также можете этот ключ по почте через интернет отсылать там кому-то, чтобы человек мог поехать на вашей машине. Представляете, куда мы идем, куда мы движемся? Да, очень интересно, конечно. Не знаю, как это у них получится, но как-то получится. Что у нас дальше идет? В чем же популярность интернет-бизнеса? Давайте поясню достаточно наглядно. Есть стандартный путь товара от производителя к потребителю. Это вот тут верхняя цепочка. Как идет товар от производителя к нам с вами, к потребителям? Производитель, крупный автовик, средний автовик, мелкие базы, дилеры, курьеры, реклама, налоги, взятки. В магазине, где мы этот товар купим, тоже хорошо накинуть деньги. В итоге цена возрастает в разы. На некоторую группу товаров вплоть до 1000% накрутки. И это не сказки. То есть это факт, это реальность. С развитием интернета целый ряд производителей стали делать несколько по-другому. Они понимают, что большая накрутка, люди не совсем хотят это покупать. К тому же еще бывает, что много поделок в магазинах. Они пошли по-другому. Они сделали хороший интернет-магазин, где люди могут что-то купить у них уже напрямую, без всяких посредников. Организуют доставку, вуаля. И зачастую наценка здесь бывает где-то до 100%. Куда уже включена доставка? Не 1000, правда, да? Уже выгоднее. И к тому же, как я уже говорил, в магазинах бывает много поделки, так называемого контрафакта. Где мы его не всегда, кстати, сможем отличить. Где настоящий, а где нет. А здесь, вот, кстати, вот как нижний поток, мы можем напрямую у производителя купить. Круто, настоящее и гораздо дешевле. Остается уже, единственное, выбрать достойного, то есть производителя, да? И, кстати, на сегодняшний день многие производители дают возможность сотрудничать с ними, нам с вами. Не только у них покупать, а еще быть партнером в их бизнесе. То есть, как это, я вот сейчас вот буквально объясню. Ну вот, партнер, с которым мы сотрудничаем, это компания Ariflame. То есть, большой шведский такой концерн. Ariflame Cosmetics. Почему мы выбираем именно Ariflame? Во-первых, сам продукт очень интересен в плане бизнеса. Косметика и парфюмерия. Товар естественного спроса. Ежедневное использование. Ежедневно что-то заканчивается, и мы постоянно что-то покупаем. Люди мылись, моются и будут мыться. Этот процесс не остановить. Качество продукции у Ariflame очень высокого класса. Причем при весьма мягкой ценовой политике компайном. Цены доступны для любого кошелька, что на сегодняшний день весьма немаловажно. Компания реально проверена временем. В следующем году уже юбилей. 50 лет, как компания на международном рынке. Более 60 стран, где Ariflame идет свою деятельность. Годовой товарооборот более полутора миллиарда евро. У компании собственное производство и свои исследовательские центры. О чем это говорит? Что Ariflame это надежный бизнес-партнер. Это не какой-то лохотрон, а реальный производитель с полвековой историей. Вот это что очень важно. Это в плане надежности как партнера. С ними можно сотрудничать. Тем более взять наиболее известные шведские бренды. Volvo. Самые надежные машины в мире. Ikea. То есть высококачественная мебель по доступным ценам. Ariflame. Натуральное качество при доступных ценах. Но далее уже возникает вопрос. Почему выгодно сотрудничать с Ariflame? Как я уже говорил, это надежный бизнес-партнер. Кризис не кризис. Компания исправно платит. А это уже огромный плюс. К тому же вы не работаете на компанию. Вы сотрудничаете с ней как бизнес-партнер. То есть вас никто не уволит. Компания не увольняет своих бизнес-партнеров. Наоборот их поощряет. В компании есть большая возможность для карьерного роста. Где вам никто не препятствует. Где вас никто не подсиживает. А наоборот помогает вашим карьерному росту. И это тоже немаловажно. Премии от 1000 долларов до миллиона долларов. Не сказка, реальный факт. Мы с супругой уже получали премии 1000-2000 долларов. Но когда мы их получали, то есть мы их до кризиса получили. Когда доллар был 30 рублей. А сегодня, извините, на сегодняшний день доллар стоит 76 рублей. То есть 1000 долларов сегодня это 76 тысяч рублей. Ничего так премия, да? Приятненько. Но это премия. Не то чтобы премия. Далеко не у всех людей зарплаты такие есть. А 76 тысяч рублей это и для Кропоткина офигенная зарплата. Извините, и для Москвы, и для Катера уже ничего так. Как бы можно так прожить. Хлебушек покушать. Помимо прочего, доход от компании мы получаем каждые 20 дней. 17 раз в году. Люди 12 раз в году зарплату получают. Есть возможность от 1 до 4 раз в год путешествовать по миру за счет компании. Когда она полностью все оплачивает. И также еще у компании есть широкая автопрограмма. Вот те машины, марки машин, которые я здесь представил. Это то, что компания нам представляет. Кстати, Skoda Rapid и Volvo S60. Там есть некоторые условия, чтобы их получить. Но они достаточно простые. В чем деньги за эти машины не вычитаются. Компания это все оплачивает. Мерседесы там уже вообще просто в подарок дают. Да, нужно хорошенечко поработать. А вот теперь вопрос к вам. Назовите мне хоть одну фирму. Где вот такие условия для партнера, для сотрудничества. Где дают машинных подарок. Где поездки, где премии такие. Может я что-то пропустил. Может есть какие-то другие фирмы. Вот поставьте, я не знаю, то есть у меня там восклицательный знак. Если вы знаете хоть что-то подобное. Вот кроме Reflame. Если вы что-то другое слышали. Я знаю множество компаний, множество брендов. Но подобного я ни у кого еще не видел. Вот реально. По факту. Абсолютно не преувеличиваю. Но что же такое Reflame сегодня? Большинство людей в Галаксе еще сидят старые стереотипы. Вот про Reflame. Что это нужно бегать продавать. Это нужно кому-то что-то навязывать, впаривать. Ну как говорят, смех дай только. У тебя на сегодняшний день 2016 год. Далеко не 90-е. 90-е ушли окончательно и безвозвратно. Сейчас другое время. Другие люди. Другие инструменты и технологии. Что же такое Reflame сегодня? Это бизнес в ноутбуке. Когда вы не привязаны ни к одному населенному пункту. Вы можете свободно перемещаться куда вам угодно. Вести свой бизнес через интернет. Также сегодня практикуется дистанционное обучение. Ну вот как сейчас у нас с вами. Каждый из нас находится в своем населенном пункте. Но тем не менее мы на связи. И поскольку это ваш бизнес, вы сами себе босс. Вы самостоятельно определяете фронт работы. Составляете свой рабочий график. Именно вы выбираете вот сколько вам здесь зарабатывать. Знаете, у большинства людей вот последний факт. Просто не укладывается в голове. Как это так? Я буду выбирать сколько мне зарабатывать? Я никогда в жизни не убирал. За меня выбирали. Ребята, это опять же не сказка. Это реальность. Это факт. Почему вы решаете? Тут наверное мне стоит пояснить. Просто так конечно если лежа на диване. Вы решаете так. Ааа. Буду я завтра зарабатывать миллион в месяц. И продолжаем лежать. Нет фигушки. Так не получается. Если вы, к примеру, хотите столько зарабатывать, в компании уже просчитан объем работ, который необходимо для этого проделать. Просто составляете бизнес план и вперед с песнями. Да, все достаточно просто. Но здесь я расскажу еще чуточку подробнее. За что же именно компания нам платит деньги? Суть работы заключается в увеличении рынка сбыта для Reflame. Мы помогаем Reflame увеличить товароборот. Таким образом мы создаем потребительскую сеть, где люди сами будут покупать для себя продукты тогда, когда им нужно. И сколько им нужно. Вот ключевой смысл сотрудничества. Дальше остается уже научиться, как это правильно делать. Reflame нам платит за то, что имеет возможность продавать свою продукцию через нашу сеть, которую мы построим. Сегодня весь бизнес живет сетями. Возьмем, к примеру, магнит, пятерочка, евросеть, связной, Роснефть, Лукоил, Газпром, Reflame. Это все примеры сетей. И уже, естественно, дальше возникает закономерный вопрос. Что необходимо делать? И вот как раз таки, вот четыре действия, которые способны реализовать ваши мечты. Почему я так с уверенностью об этом говорю? Потому что делая эти четыре простые действия, в чем регулярно, вы начнете хорошо зарабатывать. И, знаете, вот ваши мечты, они стоят каких-то денег. К тому же, почему я с уверенностью еще об этом говорю, что несколько мечт мы уже реализовали благодаря сотрудничеству с Reflame. Уже проверили, работает. А сколько еще впереди? Ну и так, самое первое, что необходимо делать. Это расширять партнерскую и клиентскую базу для компании Reflame. У вас будут самые современные инструменты для этого. То есть, это и социальные сети, и поисковые системы, и видеоканал. И мы вас научим этим пользоваться. Второе, что необходимо делать. Это просто сменить магазин для себя. Начните покупать уже, то есть, не где-то там в магните, там в сангистиле или еще где-то, в каком-нибудь гипермаркете. А начните покупать у себя в магазине. Это позволит вам пользоваться настоящим высоким качеством. И цены вас приятно удивят. А особенно скидки, акции, подарки, да просто песня какая-то. К тому же, вы можете порекомендовать уже свой онлайн-магазин своим друзьям, знакомым, родственникам и близким. Чтобы они также имели возможность пользоваться всеми привилегиями клиента Reflame. Некоторые люди, конечно, могут говорить. О, а я не пользуюсь Reflame. Что мне делать? Начни пользоваться. Компания широкий ассортимент. Более полутора тысяч наименований продукции. Есть из чего выбрать. Даже самому изыскательному клиенту. Нет, конечно, есть люди, которые любят понтоваться. О, а я покупаю вот это. Я покупаю вот это. И что толку? Во-первых, нет гарантии, что это настоящее. Потому что ты пришел в бутик и купил за космическую цену какую-то баночку. Нет гарантии, что это не подделка. И на сегодняшний день об этом впрямую, прямым текстом говорят все центральные каналы. Там целая куча передач. Второй момент. Третье. Что необходимо делать? Это становитесь профессионалом сами. Это не секрет, что в любом деле приспевают только профессионалы. Но, к счастью, профессионалами не рождаются, а становятся. У нас для вас есть специализированный закрытый обучающий сайт, к которому вы получите доступ, если уже не получили. У нас шикарный видеоканал с мощным обучающим видео. У нас очень сильная команда профессионалов, которая делится своими знаниями на вебинарах, подобно этому. Кроме того, общение с успешными людьми во многом обогатит вас самих. А как вы знаете, что окружение человека очень сильно на него влияет. Это вот как пример, когда в банку солеными огурцами кинут свежий огурчик. Что с ним произойдет через некоторое время? Просолится и станет таким же. Ну, в отличие от этого огурчика, вы правы выбирать, в каком рассоле просолиться. И четвертое действие, это, собственно говоря, что необходимо делать. Обучайте свою команду, которую вы создадите. И еще раз, четыре действия. Создаем сеть, наполняем ее товароборотом, когда люди начинают покупать. Повышаем свои профессиональные навыки и обучаем своих же партнеров. Вот, кстати, поставьте мне сейчас вот плюсики в чат. Те люди, для кого вот эта информация была и интересна, и полезна. Потому что вот я постарался буквально вот там полчаса уместить очень большой объем информации. Сделать ее концентрированной. Сделать ее концентрированной. Супер, ребята. Я очень рад, что мне получилось это сделать действительно ярко, интересно. Единственное, я, как я говорил, это такая сжатая информация. Более в деталях вы ее уже получите от тех людей, которые вас пригласили. И вот для новичков, да, те, кто присутствует сегодня впервые на этом вебинаре. Если вы уже приняли положительное решение, уже после этой нашей встречи, что необходимо делать? Пять простых шагов. Самое первое. Это обратитесь к человеку, который вас сюда пригласил. Познакомьтесь также с вышестоящим директором. То есть для вас это будет очень полезно. Второе. Вы активируйте свой личный кабинет, разместив там любой заказ на любую сумму. Да, вы активируете уже свой личный кабинет, он у вас уже будет работать. Получите и выполните первые свои инструкции от человека, который вас пригласил. И составьте с ним свой план уже дальнейшего развития, свой детальный план. Четвертое. Это ежедневно будьте на связи с человеком, который вас сюда пригласил. Для чего? Для того, чтобы... Помните, я говорил про баночку с аборциальной, да? С кем поведешься, так вам и надо, да? Собственно говоря. Общайтесь с успешными людьми, у которых уже все хорошо получается. И опылитесь от них, да? И пятое. Посещайте все обучающие вебинары по расписанию. Ну, по возможности. То есть, по возможности старайтесь. Да, Елена, запись будет, я ее веду. Вот, собственно говоря, то, что необходимо делать. И помните, каждое решение имеет свои последствия. И в зависимости от решения, они могут быть как негативными, так и позитивными. Тут уж вам решать. Наша команда всегда будет рада помочь нашим новичкам. Так как мы сами когда-то были новичками и нам тоже помогали. Ну, давайте, ребят. Если вам еще раз не жалко, поставьте от 1 до 10 по 10-бальной шкале. Вот как вы оцените эту сегодняшнюю информацию? Действительно, насколько была она информативна, полезна и конструктивна? 10. 10. Спасибо, ребят. Спасибо вам большое, огромное. Я надеюсь, что я был для вас за эти полчаса полезным. Но сейчас я уступаю место своей супруге. Она уже проведет обучающий блог. Не переключайтесь. Буквально через минутку мы с вами увидимся. Продолжение следует...